Вечером 20 мая к экранам телевизоров прильнули не только истинные любители хоккея, но и те, кто в этом виде спорта не знает ни одного правила. Страна держала кулачки за сборную России, которая в финале чемпионата мира встретилась со словаками. Наша сборная в очередной раз доказала, в хоккей играют настоящие мужчины. Мужчины эти из России, а трое, ко всему прочему, из Твери. Евгений Рясинский, Денис Денисов, Денис Кокарев – воспитанники Тверской хоккейной школы. На начальной стадии они проявляли свои задатки, и можно было ожидать, что из них выйдут спортсмены высокого уровня. Равиль Урманчеев – первый тренер Дениса Кокарева. В первый раз будущий чемпион вышел на лед в 6 лет. Профессиональную карьеру начал в 2003 году в составе Тверского ТХК. Спустя год Кокарев – игрок хоккейного клуба МВД. Далее свою карьеру тверской спортсмен продолжил в московском «Динамо». В составе этой команды стал обладателем Кубка Гагарина. В одном из своих интервью нашему телеканалу, сделанном в 2008 году, Денис Кокарев признался, что его заветная мечта – стать чемпионом мира. Однако на тот момент над реализацией задуманного приходилось еще работать и работать. Честно говоря, все шайбы запоминающиеся, потому что у меня не очень часто получается их пока забрасывать. Их, конечно, не так много, радуешься каждой шайбой. В матче против сборной Финляндии дебютант сборной Денис Кокарев забил шайбу в ворота финнов. Отличились на чемпионате и два других тверских дебютанта. Денис Денис в копилку нашей сборной принес по одной шайбе в матче со Швецией и Норвегией. Кроме этого, в игре с теми же норвежцами с голевой передачи Евгения Рясенского был забит еще один гол. Как отмечают профессионалы, наши спортсмены достойно показали себя и в финальной игре со словаками. 6-2 в пользу России. Вся страна в мгновение ока вышла на улицу, отмечая победу наших прославленных хоккеистов. В областной столице на Тверском проспекте собралось несколько тысяч ликующих болельщиков. Каждый из тверичан ни на минуту не забыл о том, что свою лепту на пути к главному трофею внесли и тверские хоккеисты. Их успех для верхней воружки – событие уникальное. Это лишнее подтверждение того, что Тверская хоккейная школа – одна из лучших в стране. У нас были мечты, что три кубка. У нас уже кубок Гагарина есть, это Кутузов и Кокарев. Чемпионат мира – Рясенский, Денисов и Кокарев. И вот сейчас ждем окончания финальных игр в Америке, в Канаде, как там закончится. Если Илюша завоюет в клубах, то три кубка – это уникально. Такого, я говорю, повторения, такого, это, думаю, нереально. Гордится прославленными земляками и подрастающее поколение. Те, кто только начинает делать первые шаги на коньках и с клюшкой, уверенно заявляют, что равняться им есть на кого. Они хорошо играли очень, в защите оборонялись. Стояние хорошее было, Зенитова Блингинов. Кокарев забивал. Денис Денисов вообще никого не пропускал. Мы думали, они сначала не попадут в финал, а они попали. В финале они первый период 1-0 проигрывали, мы думали, они уже не отыграются. Потом отыгрались. У нас команда сильная была там. Наши чемпионы – это один девиз, так будет всегда. Хоккейная сборная России прибыла в Москву утром 21 мая. И каждый из них по прилету в родную страну сделал звонок своему первому наставнику – тому, кто помогал стать обладателем золота планеты. В 9 утра на мобильном телефоне Равиль Руманчеева высветился номер Дениса Кокарева. Он говорит, я до сих пор не верил, что это со мной все произошло. Он счастливый, он счастливый, что попал в сборную, выиграл чемпионат. Но он счастливый, и мы счастливые. Не то что гордость, тут до слез приятные. Субтитры создавал DimaTorzok